так вот отчет по работе по определению высоты тона струны сделан вот на не могу лучше показать потому что все на соплях не успеваю собрать сделано такое железяки собственно вот пристроил экранчик не очень хорошо сделано определение отсутствия тона иногда что-то показывает но сказать тем не менее наш штук подключена гитаре вот и гитара выводится еще на монитор ее можно было слышать вот все вот она убрала пойму она иногда ловит всякий мусор сейчас я возьму ноту ля должно быть 440 герц гитара немножко не настроены потом поэтому будет немножко другая частота но рядом 440 герц но 444 сейчас я возьму ноту на полтона ниже будет частота ниже дальше ниже открытая первая струна ноты ми с нуля 440 герц сейчас я эту ноту подтяну будет частота чуть повыше сделаю бэнд я просто ручками подтягиваю струну тонн становится выше 444 сейчас я возьму ля на октаву повыше вот она 888 герц было 444 стал 888 на октаву выше в два раза выше частота вот еще раз вот она наши для ля на октаву выше 888 все вот такая штучка да вот двухзвучая она не ловит а единичный ноту повелся-то еще раз 444 и пойдем повыше ну вот я вот могу показать что сложившейся традиции все делаю на имитаторе еще на психике я 4 включил гитару психу и делаются то же самое проект запускается здесь только здесь больше выводится информации сегодня всякие вскорреляционные функции графики функции также фигурали сажу то есть я определяю частоту и выстраиваю фигуру ли сажу по частоте ну между частотой который я определил и сигналом с гитарой должна быть более менее неподвижная фигурка мы дергаем струну тут немножко с уровнями безобразие вот ну вот мы видим вот она фигурали сажу видно что она почти не двигается очень трассу ошибка определение частоты достаточно низкая сейчас еще раз неудобными снимать и струн держать вот она вот она практически неподвижная фигура так что точность определение частоты достаточно хорошая более низкая струна вот еще более низкая струна соответственно вот у нас все есть я могу сказать что здесь вводится график сигнала здесь вводится корреляционная функция вот и она используется как начальное значение для определения частоты начальные данные для определения частоты дальше всякая хитрая магия вот и в конце концов вот мы определяем частоту но вот здесь здесь немножко другой способ у него большая ошибка но это как бы я просто не закончил еще сделать здесь продолжаю с этим играться первая струна струна ми вот видно что сигнал далеко не идеальный тем не менее частота прекрасно ловится и и и и и и и